Счастье требует ощущение, что ты являешься современными этим удивительным личностям, официально любовным знамением. Я почему вас говорю? Ведь я принимал участие в тех сборных концертах, и были и вы, Игорь Борисович, Николай Иванович Трофимов, Николай Сергеевич Монтов, Оля Владимировна Волкова. Хотя я делал эти концерты, потому что культуры все такое, вы понимаете? И поэтому, естественно, я много сказать не могу в личном отношении, но то, каковы они были на сцене, и как воспринимали их кинги, это было ощущение неудоведного трепета, сколтого счастья. Все на одном дыхании, все были с ними. И чем, понимаете, что еще, чем отличаются такие концерты? Была изумительная культура речи. Вы понимаете? А культура речи – это уважение к зрителям. Ведь Игорь заканчивал МХАТ в конце сорок и начале десятых, а я заканчивал эту школу в шестидесятых летах. Но у нас были разные мастера. Мастера – это Ольга Николаевна Андровская, Алексей Николаевич Римов, Анатолий Петрович Кторов. Вот если Анатолий Петрович Кторов – это был фат, ну, вы понимаете, вот Игорь Борисович что-то воспринял от него, его так и называли «Аристократ-фат». Вы же видите, какой он в фильмах, особенно в фильмах «Опереда», «Оксю счастья Татьяны Головны», удивительный и неповторимый. И, наверное, в том и цель, что… Как он мне тогда говорил, что вот в МХАТе «Шлат-КПУ» талант дается людям даром, и потому зовется даром. Дается даром и руда, а столько требует труда. Это труд вот в таких мастерах мы не замечаем. Понимаете? Вот мне Алексей Николаевич Грибов говорил, он не терпел слово «игра». Играть можно в домино, в шашки, в дыжки. Поплотить. И одним словом определить участие твоего в спектакле или кинофильме. Одним словом – твой образ. Находишь все. Анатолий Петрович Кторович, который мне говорил найти верный тон, и подарил мне два аромата, которые он поет в спектакле, фильм «Беспредаицы». Помните? Там, «Пускай плакеты бездорожных, 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 и второй» еще какой-то, я не помню. Но сегодня я об этом, понимаете, можно много рассказывать. Потому что, ну, школа в ХАТах, у нас не те же мастера, только в разных аудиториях и прочих-прочих, но все равно воспоминания, они не знали, они живы. Это мастера легенды. То есть, ну, я не могу сказать, не игра, это жизнь именно. Игра, слово здесь не подходит, а вот естество, и беспредельная органичность существования в предполагаемых обстоятельствах. Вот, это наша школа переживания. Ну, сейчас я вспомню пушисты, что читал иногда Игорь Борисович. Что в имени тебе моё? Оно умрёт, как шум печальной волны, прислушив берег дальний, как звук ночной в лесу духу. Что в нём, забытый давно, в волнениях новых и мятежных, твоей душе не даст оно воспоминаний чистых, нежных, но в день печали, в тишине, произнеси его тоскуя, скажи, есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я. Вот он живёт в наших сердцах. Так что Игорь Борисович, я буду смеяться. Ну, а сейчас он любил один из романсов Александра Николаевича Вертинского. Я вам его напомнил. Может быть, что? Так, пожалуйста. Один из романсов, который тоже любил Игорь Борисович. Но я не помню. Татьяна, вы, наверное, знаете своё дело. Пожалуйста. Как хорошо без женщин и без фраз, без горьких слов и сладких поцелуев, без этих мил, слишком честных глаз, которые вам будут и вас ещё реванут. Как хорошо без театральных сцен, без долгих благородных объяснений, без этих истерических измерений, без этих истерических измерений, без этих запоздалых сожалений. И как смешна нелепая игра, где проигрыш велик, а выигрыш ничтожен, когда партнёры ваши школьерам, а выход из игры уж невозможен. Как хорошо проснуться над вами, В своём весёлку, холостястом, плетку, И знать тебе не нужно никому давать отчеты, никому на свете. Как хорошо с приятелем вдвоем сидеть и пить простым шоколадским виском и улыбаясь вспоминать о том, что с этой датой мы когда-то были близки. А чтобы проигрыш немного отыграть, с ее подругой затеять. Блин, невинный, и этим так расстраивать простое самолюбие мужчины. Субтитры создавал DimaTorzok